Всем привет! Сегодня вы меня можете наблюдать на фоне этих божественных можжевельников, что значит, что я приехала домой, но это не отменяет того, что я собиралась выпускать видео регулярно, поэтому я сегодня как раз это и делаю. И как я могла заметить, видео по запоминанию слов вам вроде как понравилось, поэтому можно сделать это отдельной серией. Если вам нравится такая идея, обязательно дайте мне знать в комментариях, потому что мне нужно все-таки понимать, какие видео заходят, какие нет. Пока что, судя по комментариям и лайкам, эти видео пользуются популярностью. Сегодня мы будем с вами запоминать английские слова по теме части тела. Но в принципе это достаточно важная тема, потому что иногда вам нужно объяснить, например, что у вас болит, или, например, вы хотите сделать комплимент, но не помните, как по-английски будет та самая часть тела, которая вам приглянулась. Так что сегодня мы этот вопрос решим. Первое слово hip. На что похоже? Вроде как похоже на гиппопотама и еще на хип-хоп, а переводится это слово как бедро. Представим себе бегемотиху из Мадагаскара и представим себе, что она слушает хип-хоп и танцует и двигает бедрами под эту музыку. Ассоциация достаточно яркая и проговариваем. Хип-бедро-бедро. Хип-хип-бедро. Следующее слово достаточно часто путается с словом хип и звучит оно как thigh. Thigh похоже на Таиланд. Посмотрим на перевод. Переводится это как ляжка, то есть имеется в виду верхняя часть ноги, то, что находится у нас ниже бедра. И мы можем представить себе здесь две ассоциации. Первое, то, что в Таиланде так много всего интересного, и мы целыми днями гуляем, мы приходим вечером домой и понимаем, что у нас очень сильно болят ляжки, потому что мы весь день ходили и гуляли. Другая ассоциация. Представим себе, что наоборот, мы же приехали в Таиланд и целыми днями едим. Пожалуй, эта ассоциация мне ближе. И наедаем огромные ляжки, которые потом не влазят ни в какие джинсы. И, конечно же, держим эти образы в голове и проговариваем. Thigh-ляшка, ляжка. Thigh-ляшка. Следующее слово chest. Оно похоже на русские слова честь или чеснок. И здесь мы можем представить себе тоже две ассоциации, но сперва взглянем на перевод. Переводится как грудная клетка. Также это слово переводится как сундук. По сути, так оно и есть. Здесь у нас есть сундук, в который помещены все особо важные органы. Первая ассоциация здесь может быть, что человек бьет себя в грудь, в грудную клетку, и защищает свою честь таким образом. Либо можно представить себе, что во время вскрытия открывают грудную клетку и видят, что там целая куча чеснока. И отсюда делают вывод, что патологоанатом, который делал первоначальное вскрытие, очень боялся вампиров и поэтому наполнил грудь мертвеца чесноком. И проговариваем. Chest, грудная клетка, грудная клетка. Chest, chest, грудная клетка. Следующее слово breast. Похоже на всем известный город Брест в Беларуси, и переводится оно как грудь. Я думаю, что ассоциация здесь вполне очевидная. Представим себе, что мы приезжаем в этот замечательный белорусский город и видим там очень много девушек с большой грудью. И мы ходим, и мы даже не можем обратить внимание на достопримечательности, потому что их так много, и они все такие красивые, что вообще невозможно. И проговариваем. Breast, грудь, грудь. Breast, breast, грудь. Последнее слово в первом блоке. Wrist. Wrist похоже на слово арест, а значение запястье. По сути, как раз таки, когда человека арестовывают на запястьях, защелкивают наручники, поэтому вполне ассоциируется с словом арест. Представляем себе. Arrest, wrist, запястье. Проговариваем. Запястье, wrist, wrist, запястье, запястье, wrist. Теперь мы с вами готовы проверить первые пять слов, которые мы запомнили. Как же будет бедро? Hip, аляшка. Thigh, грудная клетка. Chest, грудь. Breast, и запястье, wrist. Будут у нас с вами также встречаться слова, которые не совсем нужно будет запоминать, а которые нужно просто повторить и проговорить. Например, есть слово кровь, которое почему-то очень многие люди произносят неправильно. На самом деле здесь есть вполне объяснение, потому что чаще всего, когда мы видим две буквы O подряд, они читаются как U, например, look, mood и так далее. Но некоторые слова, которые чаще всего имеют какое-то негативное значение, читаются со звуком A. Например, blood и flood. Давайте с вами представим то, что у нас кровь, blood, например, blood rain. Обязательно нужно проговорить просто для того, чтобы ваш артикуляционный аппарат запомнил это слово и не говорил blood, потому что blood, это, знаете ли, немножечко другое. Blood, кровь, кровь. Blood, blood, кровь. Следующее слово звучит как lawn. Здесь, по сути, носовой звук, то есть вы не выпускаете воздух сюда, а запираете его и как будто поднимаете наверх. Lawn, lawn. Lawn у меня ассоциируется с словом лото. Да, у лото есть такие бочоночки специальные, на которых указаны номера, вроде как. Я, правда, никогда не играла в лото, но вроде так. Посмотрим на перевод. Lawn переводится как легкое. И представим себе, что во время операции не могут установить, почему у человека проблемы с дыханием. Вскрывают легкое и находят там бочонок лото. И достают его, а оказывается, что он выигрышный. И этот человек выигрывает миллион долларов. И он такой счастливый, встает прямо с операционного стола и такой лон, мои легкие. Лон, легкое, легкое. Лон, лон, легкое. Следующее слово мы тоже не будем особо запоминать, а просто проговорим. Я думаю, вы все знаете слово голова. Head. Голова. Head. А вот эта часть, лоб, называется forehand, либо foreed. Так что, если вы с кем-то яростно спорите на тему того, как правильно произносить, и тот, и другой вариант верны. Forehand, либо foreed. По сути, как для головы, предголовье. Forehand, лоб. Лоб. Forehand, forehand, лоб. Либо foreed. Лоб, лоб. Foreed, foreed, лоб. Следующее слово. Naval. Naval. Здесь не представляется из Гарри Поттера Naval Долгопупс. Вообще, Naval переводится как пупок. И представим себе, что у Naval Долгопупса постоянно собираются катушки в пупке. Катушки. Катышки. Только не говорите мне то, что вы не знаете, что в пупках собираются катушки. Собираются же. Проговариваем. Naval. Пупок. Пупок. Naval. Naval. Пупок. Теперь мы с вами можем проверить первые 10 слов, которые мы запомним. Бедро. Hip. Ляшка. Thigh. Грудная клетка. Chest. Грудь. Breast. Запястье. Wrist. Кровь. Blood. Легкое. Lone. Лоб. Forehead. Либо forehead. Попок. Naval. Следующее слово у нас мастаж. К счастью, я не могу его показать на себе, но оно похоже на два слова, на мост и месть. Переводится оно как усы. Мы представим себе человека, который стоит на мосту, и у него усы настолько длинные, что они прямо вот так вот свешиваются с моста и по реке плывут. Или, например, что мы мстим кому-то, какому-то человеку, который очень бородат, и у него все вот так лицо покрыто бородой, и у него есть густые усы, но он нам чем-то насолил, и поэтому ночью мы к нему подкрадываемся и сбриваем усы. И он выглядит крайне нелепо. Проговариваем. Мастаж, усы, усы. Мастаж, мастаж, усы. Следующее слово. Skull. Skull похоже на скакалку. Означение слова череп. Представим себе, что есть огромный череп, у которого челюсть вот так вот поднимается, точнее поднимается, опускается, и он таким образом прыгает через скакалку. Сомнительная картина, но все равно. Skull, череп, череп, скал, скал, череп. Следующее слово. Cheek. И похоже на такое слово, как чика. И очень часто всякие такие молодые, очень модные девушки с огромными губами здороваются, прислоняясь друг к другу щеками, и имитируют звук поцелуя. В общем, как-то так. Представили себе и проговариваем. Cheek. Щека. Щека. Cheek. Чик. Щека. Nepe. Здесь мы представим себе снова Нептуна. Слово переводится как затылок. Мы представим себе, что Нептун вскапывает с эти грядки с пастернаком. Кстати, пастернак будет parsnip, если вы забыли. И мы подходим к нему сзади и по затылку этому Нептуну ударяем какой-нибудь дубиной. И проговариваем. Nepe. Затылок. Затылок. Nepe. Nepe. Затылок. И следующее слово будет nail. Nail. Nail похоже на нейлон или нейлоновые, например, колготки. Здесь нам легко будет сопоставить эти слова, потому что nail переводится как ноготь. И представьте себе, что для девушек это будет актуально. Надеваете какие-то нейлоновые колготки и случайно задеваете их ногтем и рвете. Ох, досадно. Проговариваем. Nail. Ноготь. Ноготь. Nail. Nail. Ноготь. Теперь повторим все 15 слов, которые нам удалось запомнить. В следующем блоке мы с вами разберемся с пальцами. Я думаю, что вы знаете, что, например, вот этот палец называется thumb. Thumb. Мы можем проговорить его и сассоциировать как Thumb. Например, мы, человек, говорим, да, я вот так, у меня все хорошо, а ты как Thumb. Thumb. И я и сам окей. Да? И проговариваем. Thumb. Большой палец руки. Большой палец руки. Thumb. Thumb. Большой палец руки. В принципе, все пальцы на руках называются fingers. И к ним добавляются какие-то отдельные слова, которые характеризуют тот или иной палец. Например, есть вот такой указательный палец, называется он index finger. Можно себе представить, что вы пришли в почту России. В принципе, начало уже не слишком хорошее. И вам показывают на вашем письме на index. И говорят, ну вот тут вот вы неправильно написали, нужно заменить, потому что это письмо не дойдет. И проговариваем index finger, указательный палец, указательный палец index finger, index finger, указательный палец. Следующий палец, который я вам, пожалуй, показывать не буду, но он вот он, называется middle finger. Здесь все вполне понятно, потому что он находится ровно посередине между всеми остальными пальцами. Middle finger. Проговорим. Middle finger. Средний палец. Средний палец. Middle finger. Middle finger. Средний палец. Следующий палец примечателен тем, что мы обычно его используем для обручального кольца. И в древнем Риме верили, что здесь идет какая-то артерия, которая соединяет этот палец с сердцем. И мы поэтому его и называем ring finger. Так что этот палец специально для кольца. Проговариваем ring finger. Безымянный палец. Безымянный палец. Ring finger. Ring finger. Безымянный палец. И последний. Вполне можно понять, как он будет называться в английском языке. Little finger или baby finger. Прям так и представляется, как его можно будет так качать, как маленького ребенка. И проговариваем baby finger или little finger. Мизинец. Мизинец. Baby finger или little finger. Little finger или baby finger. Мизинец. Следующее слово, которое нам пригодится, звучит как vessel. Vessel. И похоже на весло. Переводится как сосуды. И представим себе, что у нас по сосудам плывут такие маленькие лодочки с веслами, и по ним перевозятся всякие важные, нужные для нас микроэлементы. Проговариваем. Vessel. Сосуд. Сосуд. Vessel. Вessel. Сосуд. Следующее слово. Stomach. Stomach. Похоже на слово стоматолог. Это переводится как желудок. Представим себе, что мы идем к стоматологу, и мы настолько сильно нервничаем, что у нас начинает крутить желудок. И становится прям очень дискомфортно. Представили? И проговариваем. Stomach. Желудок. Желудок. Stomach. Stomach. Желудок. Либо можно себе представить, что стоматолог уронил вам в желудок какой-нибудь скальпель. Или вырванный зуб. Кстати, если хочется рассказать о том, что у вас есть какая-то боль, у вас что-то болит, вы берете часть тела и добавляете слово ache. Например. I've got a stomach ache. I've got a heart ache. I have a back ache. I have an ear ache. I have a tooth ache. Все что угодно. Ache. Боль. Боль. Главное так радостно сказать. Но обычно добавляют это слово именно к тем частям тела, которые могут болеть именно долго и нудно. Следующее слово. Hail. Здесь мы можем себе представить, например, Пэрис Хилтон. Насколько мне известно, у нее очень большая нога, и поэтому она постоянно ходит на каблуках. Hail переводится как пятка. Соответственно, например, каблуки, они всегда поднимают пятку, и визуально нога становится меньше. Кстати, туфли на высоком каблуке называются high-heeled shoes, то есть туфли с высокой пяткой. Проговариваем. Пятка, пятка. Следующее слово, я думаю, вы знаете, но здесь нужно определиться с тем, какую часть тела оно характеризует. Все вы знаете о футболе. foot – это ступня, то есть не вся нога, а именно та часть, которой футболисты ударяют по мячу. Или не ударяют. Как когда получится. Следующее слово. Arm. Arm. Вот это вот все называется arm. Получается, часть руки от плеча до запястья называется arm. Если вы знаете слово кресло, armchair, тогда у вас никаких проблем с этой частью тела не будет. Armchair так и называется, потому что есть как раз подставки для вот этой части руки. Armrest, например, в самолете или в кинотеатре – это подлокотник, подручник, скорее. Потому что локоть – это elbow, другое слово. Ну ладно. Мы можем представить себе, что, например, человек пошел в армию. И в армии накачал огромные руки. Вот тут вот все у него мышцы видны. О, какой-то жук. И проговариваем arm – рука, рука, arm, arm – рука. Кстати, вернемся все-таки к подлокотникам. У нас есть слово elbow, которое похоже на слово русское альбом. Переводится как локоть. Представим себе, что мы приехали, например, к родным или, допустим, с супругом или супругой, и ваши родственники все пытаются показать этому человеку ваш детский альбом с голожопыми фотографиями, и вы берете локоть, ставите и держите. Нет, не показывайте эти фотографии, да? И локтем придерживаем альбом. Проговариваем elbow – локоть, локоть – elbow, elbow – локоть. Следующее слово звучит как buttocks. Похоже на ботокс, и вы удивитесь, но в том месте, о котором идет речь, тоже иногда закачивают ботокс, если я не ошибаюсь. Но я вроде что-то такое слышала. Buttocks – это ягодицы. Представим себе, что мы насмотрелись на Дженнифер Лопес или Ким Кардашьян и решили, что нам срочно нужны buttocks, как у них. И накачали ягодицы ботоксом. Buttocks – ягодицы, ягодицы – buttocks, buttocks – ягодицы. Давайте проверим те слова, которые мы уже запомнили. Я буду брать по чуть-чуть из разных блоков. Как же будет щека? Cheek – затылок. Nape – ноготь. Nail – грудь. Breast. А грудная клетка? Chest. Как называем безымянный палец в английском языке? Ring finger – палец для кольца. Как называем пяточку? Hail – hail. И нам предстоит последний блок. Первое слово в нем – shoulder. Мы его не будем особо кодировать, мы просто вспомним тот самый шампунь, который все мы видели в детстве, который назывался head and shoulders – голова и плечи. Так как этот шампунь позиционировался как шампунь против перхоти, он предполагал, что у вас на голове ее не будет и на плечах тоже, потому что, насколько я понимаю, она иногда опадает на них. Проговорим shoulder – плечо, плечо – shoulder, shoulder – плечо. Кстати, там у нас сзади располагается лопатка, которая называется shoulder blade. Blade – это лезвие, по сути, как лопаточное лезвие. Rib – rib – звучит вполне созвучно с русским словом, со своим переводом. Rib – это ребро. Так и запомним. Просто представим себя и проговорим. Rib – ребро, ребро, rib – ребро. Следующее слово, которое тоже нужно понимать, где располагается именно эта часть – это hand. Hand – это у нас кисть руки. То есть все, что начинается от wrist. Вот тут у нас arm – это wrist. А вот это как раз – это hand. Все вместе – это hand. Я думаю, вы знаете о такой игре, которая называется gun the ball, в котором мяч вроде как берут руками. Hand – кисть, кисть, hand, hand, кисть. Ну, еще есть такое слово, например, как handwriting – почерк. По сути, мы же пишем именно кистью, мы не пишем всей рукой. Хотя, можно попробовать. И последнее слово – bone. Bone – звучит как Боня, например. Или, возможно, вы знаете такого исполнителя, которого зовут Bones. Я думаю, Викторию Боню точно все знают. И bone переводится как кость. И девушка достаточно костлявая, поэтому представляем себе ее. И у нее везде выпирают косточки. Боня с костями. Bone – кость, кость. Bone – кость. Давайте проверим теперь все слова, которые мы сегодня запоминали. Итак, бедро. Hip – ляжка. Thigh – грудная клетка. Chest – грудь. Breast – запястье. Wrist – кровь. Blood – легкая. Lone – лоб. Fall head или fall reed – кость. Bone – пупок. Naval – усы. Moustache – череп. Skull – щека. Cheek – затылок. Nape – указательный палец. Index finger – средний палец. Metal finger – безымянный. Ring finger. И наш маленький – little finger. А вот этот – thumb. Давайте разберемся с рукой, как называется вся рука. Arm – локоть. Elbow – запястье. Wrist – кисть. Hand – пальчики. Thumb – index finger. Middle finger. Ring finger. And little finger. Or baby finger. Как будет ступня? Foot – опяточка. Hill – ноготь. Nail – сосуд. Vessel – ягодицы. Buttocks – ребро. Rib – плечо. Shoulder. И живот – stomach. Отлично! Мы сегодня с вами запомнили больше 20 слов на тему тела человека. И я очень надеюсь, что многие из них вам удалось сейчас воспроизвести. Если же вам точно нужно повторение, обязательно переходите по ссылочке в описании. Там вы сможете увидеть весь список этих слов с готовыми ассоциациями. Вы сможете там себя проверить. И потом делитесь в комментариях тем, какое количество слов удалось запомнить. Если это видео показалось вам полезным и интересным, поставьте лайк. Поддержите мою работу, потому что монтирование видео как раз по запоминанию слов занимает больше всего времени. Потому что все эти картинки вставлять – это кошмар. И обязательно расскажите в комментариях о том, слова на какие темы вам нужно знать. Возможно, я смогу подготовить ролик и по запоминанию этих слов. Для того, чтобы отвечать требованиям моей аудитории. То есть, вашим требованиям. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. И до новых встреч!